Продолжение следует... Продолжение следует... 2017 год был четвертым годом моего служения здесь в качестве правящего архиерея. По моим ощущениям он был как предшествующий, наполнен событиями, наполнен той жизнью церковной, которую мы призваны осуществлять, то есть свидетельствовать миру о нашей вере, о Христе, о спасительной вере и стараться, чтобы было больше последователей нашей истинной православной веры. Ну и, соответственно, наша деятельность была на это направлена. Продолжали открываться усердием священников, пожеланию благочестивых мирян приходы. Конечно, может быть, темпы открытия приходы не такие, как были раньше, но, тем не менее, у нас в этом году открыто 4 прихода. Один тут совсем недалеко, я буквально позавчера там совершал службу, это село Бахтияровка, где традиционно преобладает татарское население, которое исповедует ислам. Но, тем не менее, сейчас, по моим данным, там чуть меньше половины людей, которые исповедуют христианство или потенциально наши прихожане, христиане, вот они захотели оформить у себя уже не просто молитвенный дом, а чтобы это был приход. И они там потрудились, отстроили помещение, и вот было торжественное поднятие купола и креста, и этому приходу сейчас имя дано в честь преподобного Петра Царевича Ордынского. Почему выбрали такого святого? Потому что он сам был из ханского рода Золотой Орды. И, как известно, мы живем на землях здесь бывшего государства Золотой Орды, здесь была столица, Сарайдерки. И, что интересно, оказывается, далеко не все татары, ну и в наше время, в прошлое время, были обязательно мусульманами, были и христианами, и в том числе и представители знати. Вот как раз Петр, это племянник одного из родинских ханов, он принял христианство. Вот, я считаю, что вот, если мы вспоминаем таких святых, это хороший пример для ныне живущих людей, ну, которые, чтобы иногда мыслив штампами, и религиозность, приверженность той или иной религии отражается национальность. Это неправильно. Вот, христианство — это мировая религия, вселенская религия, она не связана с националистами. Вот, буквально в последнее воскресенье на службе, там читались слова апостола Павла в послании к Колоссяну, где он говорит, что во Христе уже не имеет значения национальность. Или ты эллин, или ты иудей, или еще какой-то другой национальность. Это уже новое творение во Христе. Поэтому, вот, нужно как-то эти штампы преодолевать и объяснять людям, что христианская церковь, даже если она у нас по месту называется «Русская православная церковь», если вы присоединяете к церкви христианской, креститесь, это не значит, что вы своим национальским образом предаете или насильственно как-то русифицируете. Вы можете оставаться православным татарином, православным армянином, православным евреем, немцем и представителем любых диаспоров, любых национальностей, которые проживают в нашей стране. Это вот очень важно. Поэтому для меня вот именно открытие вот этого прихода, честно сказать, было знаменательным. И одновременно с этим я буквально, вот, я рассказывал там и собравшись на этом торжестве, получил письмо от московской общины православных татар, московская, она правильно называется, московская христианская община православных татар, которая, оказывается, существует в Москве с 2003 года. И, ну, согласно этому довольно обширному посланию, довольно-таки много есть людей татарской национальности, которые приняли христианство сознательно, вот, и при этом они хотят сохранить свою национальную идентичность. Поэтому вот там и такие вот меры определенные, так сказать, предлагаются. Ну, традиционные миссионерские меры, так перевод на тот же татарский язык, христианное писание, благослужение, возможно, даже обсуждение сохранения имен в крещении татарских. То, что вот, как бы у нас не принято, мы даем имена греческие наших святых. И, что интересно, эта тема, она и высшим церковным руководством воспринята с интересом адекватно. И вот будет отдельная даже секция на вот международных рождественных священников в Москве, которая называется «Православные татары», и там, в том числе, и нам было приглашение, может быть, у нас есть интересованные лица или этнические татары, которые христиане или священники, которые хотели бы принять. И там список уже заявленных докладов, и там вот, интересно, будут выступать и священники этнических татарской национальности. Вот, допустим, для меня откровение, что, допустим, известный писатель духовный, он сейчас архимандритер, Иов Гумеров, у него, он этнический татарин, там, его имя, отчество, фамилия, так сказать, вот еще другие ряд таких известных церковных деятелей. Да у нас в епархии есть священник в миру Айзи Кальберов, а так он и Александр Быкова тоже. Может быть, даже мы его туда делегируем, у меня мысль такая была. То есть, это вот интересное направление работы. Ну, я, наверное, уже ответил больше не на ваш вопрос, а немножко в частность ушел, но это как раз вот то, что запомнилось в этом году. Кроме обычной и ежедневной деятельности, и богослужебной, и прочей деятельности, которой мне приходится заниматься, как управляющая епархия, то есть посещение приходов, встречи с различными людьми и представителями организаций, вот, я считаю, что есть какие-то вот такие вот знаменательные точки роста, вот, которые можно потом развивать в будущем. Ну, вот еще какое событие запомнилось. Мы год назад говорили о том, что уже стыдно нам, что есть прекрасный храм в станице Голубинской, Калачевского района, древний, один из немногих памятников на территории нашей епархии, не польский, который многие десятилетия подвергается разрушению, и нет никакой реставрации. Вот, но я скажу, что за вот этот истекший год, милостью Божией и трудами наших соотечественников и неравнодушных мирян, началась правильная плановая реставрация, ремонтно-восстановительная работы на этом храме, и с согласованием необходимых всех инстанций, и с проектными работами, и с квалифицированными рабочими. И вот, и на сегодняшний день уже фактически подходит завершение наружной строительной работы с вычинкой, с очень сложной вычинкой каменной кладки, уже восстановлен кирпичный свод на трапезной частью храма. Вот, ну, я считаю, что это, в определенном мере, ну, чудо, как говорится, и ответ на наши молитвы, на наши пожелания, потому что многие десятилетия как бы не было видно никаких перспектив. А вот это как раз-таки и предмет нашей веры, когда вроде бы нет никаких перспектив человеческих, то Господь Бог вселяет мысль в ум и сердце определенных людей, которые имеют к этому средства. Таких людей, которые имеют средства, тысячи и миллионов вокруг нас. Вот, но до поры до времени они остаются какими-то, вот, можно сказать, слепыми и глухими вот к таким нуждам. Но в один прекрасный момент, вот, почему, это тайна Божия, вот к какому-то человеку вдруг приходит в сердце мысль, а почему нет, почему до сих пор мы это не замечали. Этот человек начинает вкладывать свои средства, и для этого человека, допустим, дело восстановления этого храма становится уже личным делом, делом его, так сказать, совести, делом его семьи, делом жизни. Он относится уже как к чему-то своему родному. Так и должно быть, если мы не будем относиться к церковному состоянию, к храму, как к своему родному, вот, а как к какой-то вот сторонней организации, которую нужно по обычаю посещать один-два раза в год, там, на Пасху, на Рождество, вот, или по каким-то вынужденным поводам, чаще не очень приятным, как смерть близких людей, то тогда у нас не будет никакого восстановления и вообще реальной, живой церковной жизни. Еще что было в этом году, вот, на мой взгляд, такое значимое. Ну вот, в плане молодежного служения, если вот я в том году акцентирую внимание ваше, наверное, на том, что нам удалось, как бы, такое направление продвинуть больше, как создание и активизация работы молодежных православно-патриотических клубов. Но часто они могли даже иметь на внимание казачьих, поскольку у нас часть районов – это исконно казачьи земли, и там традиционно воинское православное патриотическое воспитание, оно связано именно с казачьими устойными традициями. И есть результаты, вот, я вам могу сообщить, может быть, ну, вы, наверное, знаете, может быть, нет, у нас проходила информация. Вот у нас, ну, есть на территории ряд клубов, которые в том числе занимаются рукопашным боем, и часть клубов мы, ну, привлекли, как будто их, ну, руководители были, склонны к нам к сотрудничеству, и мы провели впервые здесь отборочные соревнования в Волжском весной, чтобы соревновать команду Калачевской епархии для участия уже во всероссийских соревнованиях по православному, там, рукопашному бою. Эти ежегодные соревнования проходят в Сергеем Посаде, под эгидой. Раньше это был клуб «Пересвет» при Троице Сергея Лавры, сейчас это уже такое большое объединение, действительно, всероссийские соревнования. И, честно сказать, вот я тут четыре года ежегодно приходили ко мне к приглашению. У нас не было команды, ничего не было близко. В этом году мы сформировали свою команду, вот, и что удивительно, они поехали, это было как раз на, в мае, когда мы праздновали здесь наш престольный праздник, Иоанна Богослова, Николай Чудотворца, они сразу за несколько призовых мест. Ну, конечно, можно, нескольте, спорить о степени поцерковленности тех или иных наших победителей, но, тем не менее, они шли под флагом Калачевской епархии, они от этого, вот, они отказывались. Это, на отборочных, конечно, победили сильнейшие, может быть, представители, собственно, и наших церковных клубов, но, тем не менее, это были клубы с нашей епархией, и руководители стремятся к сотрудничеству. Поэтому я считаю, что это, ну, серьезное достижение. В этом году, вот, у нас наметились такие вот направления по молодежной работе, как создание объединения православных волонтеров или добровольцев, как у нас в нашей среде больше принято говорить, что, в принципе, одно и то же. И, ну, вот, как создавать на пустом месте? Вот, чем хорош город Волжский, что здесь есть объединения, которые успешно работают уже с волонтерами, именно объединения, которые занимаются реабилитацией людей с ограниченными возможностями, то есть, как мы говорим, инвалидов. И вот там очень часто нужна помощь волонтеров молодых. Это как раз и социальное дело, и дело милосердия. И они успешно работают. Но мы, вот, своих молодых людей, которые, ну, воцерковлены или, по крайней мере, имеют интерес к церкви, вот, пытаемся с теми молодыми людьми как-то их объединять на совместных семинарах, обучающих, учиться в этих уже готовых объединениях, вот, делать какие-то совместные проекты. Вот. И я думаю, что вот это как раз путь такой перспективный. Мы каким-то образом, надеюсь, конечно, интерес и у той молодежи, которая пока в стороне от церкви, но делает дела милосердия ради этого милосердия. Вот. Как-то им такое попытаться открыть мировоззрение христианское, чтобы они, вот, знали, так сказать, истоки этого добра, который они так или иначе делают. Вот. И поучиться практически наукам у них, то, что они умеют делать. Вот я думаю, что вот это вот как раз вот такое перспективное направление сотрудничества. Ну, вот такие вот основные штрихи я, так сказать, обозначил, то, что за этот год запомнилось, кроме текущей, текущей обычной работы. Владыка, Владыка, Выква, 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 Выква. Скажите, пожалуйста, Владыка, следующий год, 2018-й объявлен годом убиения царской семьи и какие-то мероприятия, Думы, запланированы в течение этого года в нашей партии. Расскажите, пожалуйста, ну, безусловно, безусловно, у нас святые царственные царства, царская семья, они прославлены в лике вообще всех святых новомучеников и исповедников, вот, земли и церкви русской. И вообще вот эти годы 17-е, 18-е, они фактически идут под одним знаком, да, памятью, памятью событий 100-летней давности и начала гонений на русскую православную церковь. Ну, конечно, вот события, трагические события, убийство царской семьи, оно даже в этом ряду эти гонения стоят особняком, как такое действительно знаковое и ритуальное событие. Ну, конечно, слово ритуальное, видите, как оно вот то, что допустил епископ и допускает, в общем-то, епископ Тихон, допустим, известный Шевкунов в своих словах, оно тут же подверглось такому астракизму, тут же огромные возмущения, он был вынужден объяснить в таком смысле, и там почему-то некоторые, как говорится, группы людей, как-то это восприняли однобоко, хотя там вот на том же архиерейском соборе он выступал, ну, известна была конференция, да, вот, в сейско-мастеринбурге, ну, может, кто-то слушал ее трансляцию о, так сказать, вот процессе вокруг идентификации или, так сказать, определения так называемых екатеринбургских останков, да, я думаю, что вы следите так или иначе за этим делом, вот, и, ну, там было сказано о том, что все версии исследуются, вот, епископ Тихон объяснял что, что сам, вот, так сказать, факт просто вот такого вот убийства, так вот именно помазанка Божия государя, это было, конечно, таким варварским, таким сатанистским ритуалом, вот, что они пощадили и детей, и как-то все было действительно вот обставлено, тут без, как говорится, отсылов ни к религиозным, ни к национальным каким-то признакам, в любом случае это был, конечно, такой вот варварский, какой-то сатанинский ритуал, вот о чем была речь, вот в этом контексте надо понимать эти слова, вот, и, конечно, ну, у нас будут мероприятия, я, пока у нас нет приглашений, приглашений и, так сказать, других, вот, версий по поводу больших церковных торжеств, уже межепархиальных, но я так понимаю, что, конечно, 17 июля в столетие, в ночь, там, 16-17 июля, будут большие такие вот события, ну, не знаю даже, как называть торжества, трудно это называть, но, тем не менее, вот такие вот мемориальные торжества, так или иначе, богослужения, оно может быть и покаянным, называться как угодно, но, конечно, вероятно, но, опять-таки, отнимая компетент с участием, те, что, патриарха, будем ли там мы участвовать приглашены, я об этом еще не знаю, все архиереи, поэтому, я там никогда не был, конечно, может, хотелось бы и там поучаствовать, вот, но у нас, у Сами в городе есть, как известно, храм в честь царственных страстотерцев, в честь, в домовом храме при этом милосердия, как известно, в честь страстотерцев царя Николая, царицы Александры, вот, если я не буду участвовать в каких-то межепархиальных, так сказать, торжествах, то здесь, я думаю, что мы на базе нашего храма обязательно совершим торжественное богослужение, наверное, с крестным ходом, я ежегодно не бываю на этих торжествах, потому что уезжаю в Сербию в посад, на следующий день праздник преподобного Сергия Радонежского, 18 июля, вот, а на осеннего я тоже не бываю, потому что у нас представлен праздник, вот, а все-таки, ну, хоть раз в году любой архиерей обязан побывать на празднике преподобного Сергия, это на патриарш службы, это такая непоколебимая традиция, но я думаю, что в этом году мы можем постараться совместить, я и здесь возглавлю архиерейское богослужение на, собственно, столетие убиения, может быть, даже ночное богослужение, а может, мы, да вот, надо подумать, хороший вопрос задать, потому что мы, честно сказать, еще график не планировали, возможно, даже большое ночное богослужение в соборном храме, вот как сейчас, вот идея, и потом утром уже дублирующая вторая, поздняя служба, собственно, в храме Николая, с крестным ходом, допустим, сюда, это надо будет править, потому что там храм по объему маленький, там, вы знаете, кто там был, там по месяцу немного людей, а вот у нас в соборном храме, может быть, действительно, одновременно, там идет патриарш службы Екатеринбург, и мы, одновременно, молимся здесь, это было бы хорошее вот такое вот, опять, может быть, благословить даже, ну, опять, вот сейчас мы с вами обсуждаем, я на ходу какие-то идеи высказываю, потом они оформятся в ходе каких-то решений, может быть, даже в главных храмах и партии благословить вот это ночное богослужение именно в столетие убиения, это будет тоже значимо и правильно и для людей, но однозначно в кафедральном соборе, в Калаче, может быть, как раз в таких крупных районах, в центрах, надо посмотреть еще как там с днем недели, чтобы это было для людей удобно после ночной службы, все-таки, если это не выходной идти, надо на работу, но так или иначе, конечно, у нас будут мероприятия, это вот то, что богослужебные, собственно, мероприятия, конечно, будут и прочие просветительские мероприятия, которые мы начали в этом году, в этом году в памяти о новомучениках, вот, это лектории, это показ видеофильма, то, что, собственно, было вот и у вас, Быкова, я как раз ваш положительный пример, как раз хочу сейчас привести для, так сказать, аудитории всех священнослужителей на перхемьем собрании через час о том, как можно вот такую значимую дату, так сказать, превратить еще в большое просветительское мероприятие для жителей того или иного семянного пункта города, районного центра. Ну, вот, допустим, вот у вас было 100-летие, а сейчас вот эти годы, 17-18, это у многих будет 100-летие, или, по крайней мере, 80-летие, да, потому что это были, ну, как, 17-37 год, да, года большого террора, и вот было как раз 80-летие расстрела, убиения священника Петра, который служил в Быково, который перечислен к велику святых, ему эту дату действительно приурочили не только торжественное богослужение и установку памятной таблички, то, что мы сделали в прошлом году, а в районном Доме культуры провели хорошее большое мероприятие, пригласили школьников, учащихся в средний школу, и с участием апархиальных структур особенно потрудился отдел по канонизации святых и благочения, благочения отец Дмитрий и старшинистерства Слободска, которые создали хороший такой видеофильм о такой, не только об отце Петре, да, а такой обобщающий просветительский, вообще о гонениях на русском православном церкви, вообще об этих событиях 100-летней давности, о таких вот знаковых фигурах, важнейших фигурах, как патриарх Тихон, как во святые царственные старостотерпцы, как великая княгиня, будущая мученица Елизавета Федоровна, вот такие вот материалы, они важны, и плюс есть еще у нас такая вот творческая составляющая, есть вот творческая личность у нас матушка Наталья Копейкина, супруга благочения, патриаря Александра Копейкина, которая составила сама, без какой-то команды сверху, а по голосу собственного сердца, составила авторскую музыкальную творческую просветительскую программу, посвященную святым новомучникам, и она уже в этом году успешно ее показала в ряде крупных населенных пунктов и в Волжском, и в районных центрах, и она уже выходит за пределы даже нашей епархии, уже у меня запрашивал даже митрополит Герман отзыв, я отправил положительный отзыв, чтобы она могла и там, и у Рюпинской епархии, я думаю, что вот это вот продолжится. В чем она просветительская, эта программа, она не только поет, но и свои, и другие, так сказать, музыкальные драпезы на пение, посвященные тем или иным святым, а еще там идет и текст, она рассказывает между этими музыкальными мирами, собственно, канву событий, то есть таким является, ну, мирянином, миссионером, проповедником. Иногда таких вот людей даже более воспринимать лучше, чем священник, потому что священник все-таки иногда, это как бы такая фигура, иногда официозная бывает для какой-то аудитории, ну, может быть, не совсем близко, а если, вот, особенно для женской, допустим, аудитории или для человека какой-то такая же вот женщина, вот, их возраста и татуса. Можно сказать, можно вот, как в комментарии, потому что вот матушка Наталья выступала в нашем районе, в Центре культуры досуга, и были дети, со мной сын был в 10 лет, скоро 10 лет, и он, ну, так, может, и не интересуется особенно историей православия, и здесь он очень заинтересовался вот историей мобиления, царской семьи, ему это было так близко, и он проник все очень, многие вопросы заданы. Ну, вот, видите, я и говорю, что вот иногда миссия вот таких мирян и жен, женщин, она бывает в определенной аудитории более успешной, чем, вот, ну, так сказать, наши проповеди священников, ну, которые, может быть, уместны и хорошо воспринимаются в храме после богослужения, но вот в такой светской аудитории, в Доме культуры, может быть, они, так сказать, не так воспринимаются, в Доме культуры люди хотят услышать, может быть, человека культуру, культуру уже больше, то есть, ну, как говорится, надо искать разные формы работы, я об этом и говорю, что есть какие-то у нас и успешные начинания, которые мы продолжим, и вот именно по вашей теме заданы. Буркова, можно продолжить, Буркова? Да, вы тоже из Буркова? Да, газета. Как вас зовут? Ольга. А газету? Коммунар. Ну, ничего страшного, у нас есть приходы и в коммунарии. Да, 18-й год, кстати, рождение газеты. Вот скажите, пожалуйста, вы не раз уже бывали у нас в Бурковском приходе, спасибо вам за эти визиты. Вот, скажите, что-то меняется у вас на глазах, вот именно в таких маленьких церквушках? И один вопрос, как реально все же помочь и сделать наш приход достойным? Ну, Буркова я действительно в этом году не один раз служил, и два раза точно это связано вот с этой юбилейной датой, со столетиям вашего святого, священномученика Петра, и, конечно, может быть, даже вот из-за этого в этом году было именно Быкова приковано внимание. Но, честно сказать, здесь большое положительное значение имеет и отношение местной власти, в частности, главы района Натальи Кирилловны Павлокиной, которая, ну, я так понимаю, неравнодушна в делу духовного возрождения вот и Быкова, и Быковского района, и веренных ее попечению людей, и, честно сказать, даже иногда мой приезд к вам в район, это больше ее инициатива, чем даже инициатива церковных властей вашего региона, это вот действительно в этом плане, я считаю, что Быковцам повезло, и поэтому, я думаю, что дело восстановления вашего храма, оно идет, оно уже, так сказать, уже, ну, тоже, как говорится, оно прошло вот какую-то уже такую точку такой просто стагнации, какое-то вот проектирование, то есть, на самом деле, выполнены большие подгодительные работы, и это на средственные районы, это Наталья Кирилловна пробила, что выполнен проект реконструкции храма, да, назовем так, но в результате этой реконструкции мы увидим совсем другой храм. Вот сейчас служба совершается в маленьком каком-то пристроенном помещении, вот, а будет реконструирован большой объем старой церкви, которая перенесена с места затопления, фактически мы будем служить в старинной церкви, в этом срубе, но этот сруб будет восстановлен огромный, он будет обложен каменными материалами, вот, там будет высокая крыша, в общем, ну, я ознакомился с этим проектом, проект я одобрил, вот, а главное, что появились уже первые благотворители, которые готовы часть вот этого финансового времени взять на себя, и, насколько мне известно, вот, из, так сказать, достоверных источников уже есть договоренность именно по оплате и доставке вот этих вот важнейших стройматериалов, чтобы этот процесс стройки пошел активно, поэтому я думаю, что у вас будущий год будет хороший год в плане вот этих вот строительных работ по реконструкции вашего храма. Я не знаю, что успеют сделать за год, конечно, зависит от финансирования строительных, но я думаю, что будет сделано немало, вот, и, безусловно, Быково – это тот районный центр, в котором достоин иметь хороший вместительный храм, и это будет, обязательно это будет, и это в центре нашего внимания, будет оставаться на будущий год. Благодарю вас. Мы встречаемся накануне Рождества, и, вот, знаете, иногда мы остаемся больше дома и смотрим трансляции, например, больших богослужений по телевидению. Почему? Объясню, почему. Потому что за кадром идет последовательное разъяснение. Объясняю. Вот что делается, что делается. У нас пока мы очень, так сказать, не активны. Хорошо, что вы меня задали. Я как раз вот это сейчас отмечу и на собрании. Это одно из, так сказать, указаний нашего святейшего патриарха Кирилла, которое дано было нам, архиереям, делать богослужение более понятным для людей. Вот. Но это не значит, что отказываться от древней традиции, от языка. Нужно разъяснение, толкование. И вот сейчас есть у нас, в том числе и молодые священники, которые пытаются у себя на приходах проводить так называемые миссионерские литургии, где то или иное священодействие истолковывается потом на русском языке. Я, чем сказать, еще не видел плана и вообще вот воплощения этой идеи, то есть, как говорится, вот живьем. То есть идею слышал, а как вот это реально? Ну, потому что все-таки у нас, если вот каждое священодействие переводить на русский язык, рядом истолковывать, оно по времени богослужение увеличится раза в два. Вот, понимаете, оно удвоится. Вот, мы недавно это обсуждали в узком кругу в одном благочине. Один священник говорит, ну, я вот на Пасху читаю Евангелие на русском, чисто на русском. На самом деле, это уже были такие моменты, по крайней мере, в изъяснении чтения Священного Писания. Вот была традиция, достаточно старая, в некоторых епархиях у нас на приход она существует, когда после чтения Евангелия священник говорит проповедь и растолковывает, в чем же было это Евангелие, к чему оно сегодня читается. Я сам присутствовал на таких богослужениях, сам я в своей практике это не практиковал, но видел. Ну, есть плюсы и минусы. С одной стороны, плюс, да, что тут же люди получают, так сказать, в разумлении и толковании. С другой стороны, минус, что немножко, как бы, ритм богослужения сбивается, особенно, если пробуют, ну, затягиваться, надеюсь, на 15 минут, как бы, вот. Поэтому вот тут вот момент интересный. Я думаю, что это не должно быть вот общим правилом, ну, допустим, какие-то раз в месяц делать такие миссионерские служения, или в два месяца, или по вашему желанию, на какую-то дату можно. Или даже, если это, допустим, не ваш священник местный может делать, может быть, нам какую-то миссионерскую группу в епархии подготовить, которая будет ездить по каким-то таким вот приходом. Ну, потому что не каждый еще настоятель, да, сможет компактно и, так сказать, четко, чтобы это не превращать в муку для слушателей, да. Но я опять говорю, что люди все-таки иногда у нас во время службы не привыкли стоять долго на ногах и посматривать на часы. Если мы сейчас увеличим в два раза с толкованием, не знаю, что из этого получится. Вот, а модернизировать, все переводить на русский, ну, понимаете, тоже ничего от этого не истолкуется. Ну, допустим, вот, паки и паки, миром Господу помолимся. И к тенья. По-русски это будет звучать так, снова и снова, да, давайте, так сказать, в мирном состоянии Духа помолимся Богу. Больше вам это стало понятно, так сказать. Я могу заранее, так сказать, истолковать вот это вот, что это значит слова. А вот мне, ну, для этого есть, конечно, курсы, и это воскресные школы. Вот, конечно, хорошо бы, может быть, один раз перед службой священнику сказать, да это, в общем, уже людям пора знать, на какие моменты богослужения нужно обратить внимание, что значит важные такие вот моменты. Вот, допустим, горе имеем сердца. Должны все в храме понимать, что такое горе. Горе. Какой горе? Горе – это значит верх. Верх возвысим, а верх, так сказать, у нас символически находится Бог, Господь Бог неба. То есть в этот момент мы должны сосредоточенно молиться, потому что наступает важнейшее время совершения, собственно, таинства Евхаристии, когда совершается великое таинство. Хлеб виностров на тело крови Христова. В этот момент нужно уже строже внутри вот молиться и, как говорится, прогонять всякие помыслы, которые будут лезть в голову. Какие-то житейские заботы, напоминать, ты еще не успел а то купить, у тебя там 10 штук и так далее, и так далее. А завтра тяжелый день на работе, отчет, доклад. Потому что оно и есть духовное брание, и эти помыслы будут лезть в голову. В этот момент нужно гареметиться. Вот надо людям объяснить. Хорошо бы истолковать на русский перевести херувинскую песню. Что значит? И же херувимы тайнообразующие, да. То есть кто? Это мы должны быть, как херувимы, предстоять, так сказать, в этот момент с таким вот трепетом, вот когда совершается тоже великий вход, когда выносится вот чаша и агнец, которые будут как раз вот участвовать, да, вот в этой страшной жертве Христовой, когда будет совершаться таинство, когда выносится, показывается у народа, заносится царство на работах. То есть вот эти вот важные моменты нужно изъяснять. Для этого нужны беседы. Может быть, вот те беседы, которые мы совершаем в воскресных школах, на которых не все остаются взрослые, может быть их взять и, так сказать, перед службой 5-10 минут. Вот это тоже будет миссионерское такое делание. Вот, допустим, перед благословием царства священник вышел и сказал, вот на 10 минут короткое, короткое истолкование тех священнодействий, которые будут. Это тоже может быть идея где-то вполне применимая и, так сказать, будет она продуктивная. Все зависит от священника, от его контакта, да, от его авторитета в этом приходе, чтобы не было ропыта, что батюшка, как говорится, затягивает службу, да, вот, а нам нужно скорее бежать. То есть, если у этих людей, если действительно это приход, если есть доверие к священнику, если священник пользуется авторитетом, любовью, если он и так беседует, то вот для, допустим, вот он видит, новые лица появились в храме, особенно в городе. Вот те, которые к ним постоянно ходят, наверное, они все эти вещи знают. Вот. Он сказал, вот, братья и сестры, видите, у нас сегодня, я смотрю, новые лица. Это мамы тех детей, которые мы крестили вчера, позавчера. Они впервые, может быть, на литургии. Вы не возражаете, если я пять минут посвящу, да, небольшому толкованию той службы, которая будет. Элементарно. И он рассказал план этой службы. Это можно за пять минут рассказать. Сначала литургия оглашенных. Два слова такие оглашенные, которые готовились к крещению. Вы знаете, по районным правилам они даже не могли дальше стоять. Они должны были уходить со службы после того, как говорили оглашенные, зайдите. Да. Потом начинается литургия верных. Вот. Коротко сказать, вот будет чтение из Писаний. Труднее всего часто на слух воспринимать чтение апостола. Его даже священники многие на слух не воспринимают. В том числе и я, когда я не подготовился, я стою в алтаре, иногда не все разбираешь, что читается. Поэтому хорошо к этому приготовиться. И вот на русском языке как раз чтение апостола и в Англии можно было кратко истолковать. О чем речь? Несколько фраз. Ну вот, допустим, как вот в предыдущей, я говорил, в воскресенье была служба о том, что как раз таки апостол колоссально, колоссианам говорил, что уже новое время, сейчас вы уже новое творение, уже бросайте эти все злые похоти, которыми вы раньше занимались, отложите все эти злые дела, вот. Не оскверняйте себя, помните, что вы уже новое творение во Христе, вы крещеные люди, христиане, вот. Не возвращайтесь к тому, чем вы раньше занимались. То есть простые слова, которые относятся к нам, вот, в ежедневной жизни, когда мы что-то делаем, не подобавшим, мы должны их вспомнить. Мы же христиане, зачем мы опять возвращаемся к этим бесплотным делам тьмы, к этим злам похотям. Вот это вот такое ежедневное напоминание в разумлении. Вот так вот на русский язык это все перевели, объяснили. Вот это уже хороший столковник. Ну, я думаю, я ответил на ваш вопрос. А вообще, опять благодарю, я эту тему подниму и на общем собрании. Хорошо, что напомню это. Да, пожалуйста, коллеги. Это Роман Белоус, Калачевский, капитальный собор. Владык, скажите, пожалуйста, как вы считаете, насколько необходимо устраивать молитвенные дома в населенных пунктах, где нет священников? Насколько я знаю, особо острый вопрос стоит в поселке в облашке Калачевского района. Вот там находится областная больница, да, психиатрическая? Областная больница, множество людей проходит реабилитацию, и многие из них нуждаются в духовном академии. Это Калачевский район, да? Да, Калачевский. Вот. Ну, ни священника, ни какого-то культового сооружения там нет. Как им быть? Благодарю за вопрос. Ну, по первому пункту, конечно, безусловно, нужно открывать эти молитвенные дома, и эти молитвенные дома, они играют роль в переписных храмах, в каком-то приходе, а когда там уже появляется достаточное количество людей, прихожан, мы там открываем на базе такого молитвенного дома приход. И приход, может быть, на базе молитвенного дома не обязательно он станет храмом. Не каждый молитвенный дом может стать храмом, но там все равно совершается богослужение. Если какое-то приспособленное помещение с какого-то магазина, столовая, или даже часть помещения перенана, что иногда бывает, конечно, трудно потом это назвать полноценным храмом. Но это молитвенный дом, ну и что? Там также совершается богослужение, литургия может совершаться. На его базе может существовать приход, поэтому открывать надо. Вот по поводу Ложков, благодарю за вопрос, это действительно какой-то болезненный вопрос, уже даже ко мне обратились, мне должно быть, наверное, в этом плане даже неудобно, вот, в Волгограде, священники Волгоградские с просьбой, так сказать, ездить туда кормлять этих больных. Ну, а этот вопрос сейчас сегодня будет задан благочинному Калачевского округа, вот, почему до сих пор этот важный пункт остался в неполе нашего зрения. Вот, я это вижу как мое упущение, благодарю вас. Еще один вопрос, на гонку можно? Как вы оцениваете образовательный проект «Сердце и разум» настоятеля Калачевского собора, отца Дмитрия? Ну, вы имеете в виду лекторий, который проводится почти каждую неделю, да, на базе Калачевского собора. Ну, это проект отца Дмитрия Климова, он меня регулярно извещает, приходят такие обширные рассылки по теме предстоящей лекции. Я присутствовал на одной из лекций этого лектория, как раз я там запланировал богослужение, после этого я присутствовал на лекции, там тема была такая о свободе, тема свободы христианства. Там читал лекцию, я сейчас вот могу фамилию, неправильно произнести, ну, не буду я, это кандидат, да, кандидат наук, очень интересный человек, лектор. Мы потом остались общаться и, так сказать, после уже, собственно, лекции, так вот уже в узком кругу. Я думаю, что начинание полезное, безусловно. Я не был на всех лекциях, они, как сами говорят участники и слушатели, ну, разные. И даже сама аудитория говорит, вот та лекция была более интересная, более понятная, потому что аудиторию отец Дмитрий собирает по самому своего прихода там. Но мне импонирует его смелость, в каком плане, что он сажает на лекции с подростков, там 13-15 лет, такое ощущение, что я должен убежать через первые 5 минут. Такое бывает, ну, в общем-то, достаточно высокоинтеллектуальной, такой абстрактной лекции. Вот, но они, может, они убегают, потому что они любят своего настоять, они хотят его огорчить, вот, они между собой начинают немножко шушукаться, чувствуют, что у них восприятие, может быть, не очень. Вот, хотя нет, вот, даже на этой сложной лекции один молодой человек там задавал довольно-таки, ну, сложные вопросы, чувствуется, что он адекватно это воспринимал. Вот, разные лекции, вот, я понял, что последняя лекция была вообще на тему, так сказать, алкоголизма, наркомании, там ездил представитель наш, который руководит комиссией трезвости по, так сказать, реабилитации их. То есть, сам проект интересен, сам проект интересен, безусловно, но я думаю, что отец Дмитрий тоже в определенном поиске находится, то есть, он находит, как бы, оптимально такой вот, ищет оптимальное соотношение между лектором и аудиторией, чтобы, так сказать, и лекции соответствовали аудитории. Но я так понимаю, что все-таки отец Дмитрий, он подтягивает аудиторию к уровню лектора, а не наоборот, то есть, он заведомо таких лекторов зовет высокого уровня, вот, и старается, чтобы... Сейчас у нас наоборот, да, мы, так сказать, стараемся упрощать какие-то вещи, дескать, вот, да, что людям попроще, а он наоборот, он такие академические лекции читает, в общем-то, для такой аудитории непривычной к этому, и каким-то образом их уровень тоже в этом плане так повышает. Это, ну, хорошее и смелое начинание. Спасибо. Коллеги, филарктор. Владыка, писай, пошло благочения, Ольга, скажите, пожалуйста, сколько в этом году было рукоположено священников, диаконов? Есть такая статистика небольшая? Обязательно, обязательно, конечно, статистика есть. Я рукоположил 4 священника и 3 диакона. Почему получилось священников больше? Ну, потому что я рукоположил уже диакон, который был в начале этого года. То есть у нас увеличилось количество священников в епархии на 4 человека. Ну, я стараюсь действовать в том русле, так сказать, для чего, собственно, был сюда и направлен, вот, насколько возможно увеличивать церковь, количество священнослужителей, вот, увеличивать, ну, каким-то образом проповедь. Проповедь, влияние церкви, степень воцерковленности нашего народа. Для этого нужны новые пастыри. Вот, и слава Богу, еще находятся кандидаты. Хотя, конечно, их все меньше и меньше года от года, потому что где-то нужно браться. У нас нет своего учебного заведения, но вы знаете, есть общее заведение Православно-Царистский университет областной. Но оттуда, во-первых, достаточно мало учащихся. Сейчас оно в процессе организации, и выпускников мы оттуда не видим. Таких вот очников, по крайней мере, к нам они не приходят. Поэтому, но тем не менее, мы выполняем требования руководства церкви, что рукополагать только с образованием. Вот находятся еще люди, которые заочно закончили. Но мы не отступаем от этой линии, мы ищем кандидатов, но должны кандидаты иметь духовное образование. Это сейчас однозначно требование священно-началия нашего патриарха. У нас как со временем еще? Да вот то время уже без 10-11. А где, Валерий Павлович, можно? Все-таки мы встречаемся не за горами Рождества. И, например, мы свое интервью будем готовить накануне Большого праздника, Рождества, да, оно как раз поднялось. Скажите, пожалуйста, как Вы понимаете, праздновать Рождество, и как вот эту вот новогоднюю суету и все это совместить человеку? Ну, да, да, совместить человеку сложно. У нас немножко, да, из-за вот календарных реформ нарушился порядок событий. Если вот в западном мире, в котором существует и несколько православных церквей, которые Рождество уже отпразднули 25 декабря, сначала действительно церковный праздник, потом, собственно, святки и потом Новый год плавно, то у нас действительно вот светский Новый год, вклинивается как бы Рождественский пост. Но и, ну, уже я думаю, что православные семьи, они как-то выработали определенную, так сказать, политику, как себя вести. Где в семьях принято праздновать Новый год, встречать с семьями где-то светский государственный праздник, то, наверное, они это будут продолжать. Единственное, что мы, как церковные люди, просим людей все-таки соблюдать пост хотя бы в пище, то есть, ну, я вам что скажу, даже вот в Троицей-Серге-Лавре, вы поедете, вот сейчас в конце декабря, будут продаваться постные торты, вот торты. Они, их не отличишь от непостных, но очень хорошие. То есть те люди, которые хотят съесть торт в новогоднюю ночь, там, то они могут приобрести постную. Ну, и все в таком плане. Можно, вот мы сейчас постом бываем на таких праздниках. Вот, у архиереи вообще такая обязанность, бывает в основном на праздниках. И это, так сказать, угроза его фигуре всегда существует от этого. Вот, и я уже тут стал специалистом по постным блюдам. Вот, могу сказать, что есть блюдо, вот, допустим, вот, не буду называть, что рекламу и создавательному учреждению здесь недалеко, вот, что даже там вот все их, там, благодетия, которые приезжают, они не верили, что тельные пельмени или чебуреки с рыбой, а не с мясом. То есть, насколько сейчас развито искусство такой имитации, я думаю, что можно не стесняться и говорить, что они с рыбой. Вот, и, ну, как всегда у нас праздник, все-таки мы люди словес, чтобы у нас все равно праздник не свойств, праздник уже в атаках, как говорится, да, вот. Вот, а если все-таки Новый год мы устраиваем, часто мы это для детей устраиваем. То есть, вот их, их вот, даже какой-то вот такой праздник радости, вот, когда какая-то постановочка, там, да, подарки, вот, что должно содержать праздник. А стол, это уже прилагательный, я думаю, что со столом постным вы всегда разберетесь. Вот, вот, и уже встретить Рождество, конечно, хорошо бы на службе. Ну, а кто не может, конечно, посмотреть трансляцию ночную. Вот, но я еще не распланировал, после полностью дни на Рождественской неделе, возможно, я в какой-то день в Быково приеду. Так что, может быть, и увидимся и там. Девятого у нас в Быково. Девятого и меня не будет. Девятого, девятого у нас в Волгоград будет поздравление в Метрополии. Но мы это согласуем. Если у вас есть желание, я приеду к вам тоже. Всегда. Ну, я думаю, что лимит времени у нас окончен. Спасибо, Владыка, за предконференцию. Надеемся, что эти встречи будут традиционными, ежегодными. Спасибо вам большое. Благодарю вас. Спасибо. 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 Спасибо.